И так, всем привет, ребята, Михаил на связи, Ghost Recon Wildlands и следующее задание у нас, короче, я уже сразу почти до него доехал. Листья коки, собранные местными фермерами, хранятся на грузовом складе в Табакале, ожидая отправки. Поезжайте туда и взорвите эти запасы. Мать коку это должно поднапрячь. Окей, а потом нам нужно будет, короче, за этой штукой еще гоняться, но это мы потом разгребем, для начала я сюда решил заехать. Может, пока мы здесь решаем вопросы, этот чувак там развернется и поближе к нам приедет. Вот, все так же я на своем любимом фургончике, но на этот раз это не автобусик, ну, точнее это, он не маршрутный автобус. О, нет, 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 не стреляйте, пожалуйста. Фух, так, мой фургон цел. А, ну они окна выбили, чтобы вылезти из них, соответственно. Ручку-то покрутите, блин, молухи. Ладно. Мы уже почти приехали. Приближаемся к цели. Черт, да через такую станцию можно переправить до хренища груза. Когда-то кофейные зерна для Илья по кафе, а теперь кока и только кока. Надо зачистить всю территорию хранилища кокей. Сосредоточьтесь на складах и управлении. Все найденные запасы уничтожаем. Принято. За работу. Поехали. Так, тут какие-то продукты даже есть. Смотреть в оба. Станцию охраняют бандиты. Тихо. Врат на мушке. Боевик с Миннигэном. Все круто, все круто. Загляни туда. Так. Так, С4 у нас на семерке. На восьмерке. Во, С4. Так, нажмите. Так, и у нас еще парочка есть. Но мы их попозже взорвем. После того, как... А нам даже, кстати, всех хватит заминировать. У нас же три заряда. Так что, не торопясь, двигаемся дальше. Смотрим по сторонам, чтобы не вляпаться. Впереди вот только тяжелого бандита вижу. Ну, в тяжелой броне. Так, это местные. Здесь рядом гражданские. Смотри, куда стреляешь. Вижу двух боевиков. Скажи, куда смотреть. У той груды покрышек. Так, тут закладываю. Взрыватель. Вижу груз Коки в главном здании. Так. Тихо, тихо, тихо. Ух, далековато, следующая точка. Так, тут ничего. Вижу цель. Тихо. Тихо, пока тебя не нашли. Так, кто-то у меня там за спиной болтает, но некуда выяснять, нужно двигаться дальше. Вижу бандиту с ПП. Рядом с контейнером. Так, мы у нужного нам здания. Осторожно, осторожно. Так, мы на месте, отлично. Подождите. Стоп, где? А, над нами. Да-да-да, все верно. Так. Вон, С4, как нам облегчает жизнь. Не надо кранатами усираться. Все само сейчас взорвется и все. Вижу груз Коки. Взрывчатка установлена и готова. Все. И самое время линять отсюда. По-быстрому, пока там трупешники не нашли. Впереди я вижу несколько машин, которые могут нам пригодиться в побеге. Надеюсь, что это мои любимые фургончики. Я вижу двух бандитов. У входа в лагерь. Там, наверное, допросить кого-то надо, но не особо интересно. О, свинья. Охренеть. Свиней мы еще не видели. Так, ну что, приготовились. Зажимаем G. Цель уничтожена. Остался последний склад. Первый склад Коки уничтожен. Переходим к следующему. На этих складах было листьев Коки миллионов на десять. Мать Кока не скоро оправится от этого удара. Отлично. Отлично. Так. И сейчас мы будем сваливать. И это пятнадцатая серия. Снижение запасов. Снижение. Запасов. Окей. Так, смотрим на карту сразу же. О, смотрите. Правая рука мастер Коки. Местный деятель по имени Солосар. Она во всем от него зависит. Посмотрим, как она отреагирует, когда мы его арестуем. Да. Это в котором она там сына своего что-то увидела, то ли еще что-то. Так что сейчас мы за ним погонимся. Твою мать, нас заметили. Пристегнитесь. Самая лучшая машина. Порядок, понеслась. Апортируйте нормально кустову. По уши, следы, стильмандарь, спарай. Полите, полите, полите. Во все стороны. Этот со снайперки стреляет. Как из автомата. Ой, придурок. Жесть какая. Ну, я не думаю, что она просто настолько автоматическая. У нее очень длинное дуло для скорострела. Это тупо очень выглядит. О, они к нам навстречу едут. Круто. Вот это удача. Прям, прям как заказывал в начале серии. Снял вот этот обрыв. Мне много рассказывали о Дороге Смерти. Но такое словами не опишут. Погоди-ка. Все готовы? Огонь. Огонь, огонь, огонь. Опа. Граната. Наскреди. Это что это за? Сука, мать. Их лейтенант убегает. Оставь меня. Ложи, эскорт уничтожен. Спрячься, тупица. Осталось. Я спрятался. Сейчас он меня отпустит. О, как там снайпер больно бьет. Привет. Так, я тебя на ней повезу, выбора особо нету. О, ты сдался. Там даже двое сдались, посмотрите, они настолько охренели от нашего дерзкого налета, что не нашли другого выбора, кроме как сдастся. Окей. Машине немножко плохо, поэтому удираем достаточно быстро, насколько можно. И ехать, благо, недалеко они, судя по всему, возле недалеко дочки повстанцев тут какой-нибудь катались. Ну или мне, как всегда, повезло. Вообще странно, что они не ездят в багажнике. Вот, что они не садятся в багажник, то есть один-то там остался, а что бы ему в багажник не сесть, непонятно. на выход. Нифига как, он ловко ногой двери закрывает. Все, свободен. Эвакуируйся, скотина. Отсоси, бледина тупая, и я туфту не гоню. Вам не приходило в голову, что мне от вас ничего не нужно? Дела в табакале придут в беспорядок сами собой и без вас. Мать Кока высунется, и тогда мы ее возьмем. Ты думаешь, она только мне одному доверяет? Да блядь! Еще тьма народу от нее работает с фермерами. Вот это уже интересно. Видишь? Ты уже сотрудничаешь. Стой! Я же нет! Еще как. Теперь мать Кока с вас шкуру сдерет, если узнает. Назови имена, Саласар. Обещаем, что это останется между нами. Иначе? Ну ладно. Окей! Есть контакт. Так, какие следующие у нас поручения будут? Так. В машину, в машину. Так. И что дальше? Где документы? Что делать? Чего ждать? Давайте пока покатаемся немножко. Боуман прислала нам пару имен. Похоже, Саласар наконец-то заговорил. Это список стукачей Санта-Бланки в кооперативе. Мы знаем, что делать. Ликвидируем их. Так. Хорошо. Правая кнопка задания. Так. Так. Во. Внутренняя работа. Саласар выдал имена нескольких коколерос. Доносчиков, работающих на мать Коку. Если Чавес и другие серьезно встанут против картели, этих ублюдков придется убрать. Угу. Так. У нас там вроде есть даже опорная точка. Вот. Замечательно. Недалеко опорная точка у нас завалялась. Давайте в нее перейти. Переместимся. Нам так значительно быстрее будет добраться до нужного нам места. О. Старый добрый фургончик. Это вот я понимаю. Поехали. Вы как школьники. Зацепляйтесь за лесенку. Покатили. Типа, как будто вы не догнали свой троллейбус-автобус и хватаетесь за лестницу сзади, чтобы на следующей остановке потом зайти. Хм. Ну ладно. Ммм. Врезался. Смотрите, причем удар в плане стекла пришелся ровно на ту сторону, которую мы врезались. Типа. Эр. Реализм. Это Боуман. Она попалась. Черт, она попалась. Повтори. Мой контакт у повстанцев в Табакале только что сообщил, что на них вышла мать Кока. Она считает, что Солосар у них и хочет получить его назад. Приглашает на переговоры. Ты ей веришь? Я верю, что ей нужен Солосар. Остальное неважно. Мы заманили мать Коку туда, куда хотели. Можете пойти на встречу вместе с повстанцами. Поговорите с ней. Если ей нужен Солосар, ей придется нам подыграть. Даю координаты места встречи. Повстанцы проведут вас. Надеюсь, ты не позволишь ситуации выйти из-под контроля, нам от. Мать Кока нужна нам живой. Окей. И мать Кока у нас появилась. Но мы это следующим заданием будем делать. Мы сначала все этих терпил, короче. Это гемоны, которые прячутся, стукачи картеля. Как только мы убьем одного из них, остальные разбегутся. Надо перебить их, пока они не сбежали. Давайте вот здесь припаркуемся в кустиках. Как будто мы реально в стелсе. Так. Ну, поскольку я активно кончал бинокль... Так. Один есть. Заметил еще одну цель. Цель номер три. Вижу цель. Рядом местный. Так. Окей. Желтый. А, так мы всех троих уже обнаружили. И их нужно убить. Это будет нетрудно. Здесь цель номер пять. Хорошо. Бинокль работает. Мне прям нравится. Мне даже наводиться не обязательно. Вон какой у него широкий прицел стал. А, вот это вот этот идет, короче. Которого мы с самого первого заметили. Чтобы не получить каких-то сюрпризов внезапных со спины. Так. Это местные. Еще. Вижу цель. Но рядом гражданские. Первая цель ликвидирована. Переходим к следующей. Так. Отлично. Конечно. Так. Ну вот здесь надо осторожнее. О. Вот оно. Тихо тихо. Отойди назад. Враг тебя заметит. Враг тебя заметит. Летеха сбегает. это же был мирняк твой тупица готов так следующего штурма придется взять я мирного не хотел убивать я не знал что там в машине кто-то есть фак ну попытка была отличная но сейчас уедет скорее всего мы его не догоним надо было снайперка вооружиться накрутить на нее глушитель и перешмалять их потихой подтверждаю ликвидацию второй цели ищем последнюю крысу почему он приближается к нам а там видимо какой-то поворот просто есть сейчас догоним не удалось нам стелс короче очень жаль прям очень тупо получилось задели гражданского блин нам видимо вот этот поворот проходил об этом было показано что он стал ближе к нам я еду уже еду как ногу еду так вроде даже активно его догоняю знамя погони прелестно просто нам вот такую бы машинку с пулеметиком она бы нам в разы бы облегчила погоню не хочет врезаться куда-нибудь а у него внедорожник понятно все готово что указать а нет это вас понял атакую врага вот эти еще погонятся да вы по колесам стреляете ему вы ему просто с двери расстреляли тихо тихо их лейтенант убегает это был последний уходим отсюда и пусть крестьяне займутся остальными сейчас рванет у меня все чисто не единые царапинки блин а ну только окна они выпили а так фигня так как здание называлось которое мы выполнили я просто отвлекся не посмотрел ого далеко мы заехали а ну это ничейная территория так и мать кока находится недалеко совсем она вот здесь так а задание называлась внутренняя работа до внутренняя работа так так и мать кока у нас впереди сразу ее тоже запишу эту между забуду мать кока так телепортируемся вот сюда что-то делаешь и пойдем на встречу с ней смотрим чё он расскажет интересного чё она там начерикает пристегнитесь так помечаем так вот так мать кока говорит что готова обсудить условия освобождения саласара старая звучит неважнецки у нас есть шанс повернуть его против мечтателя надо просто на нее надавить а ну да нам же говорили взять ее живой по возможности да нам как-то не очень везет один увидел нас повесился но он конечно мечтатель испугался больше нежели нас один просто свалил с этой сейчас тоже может что-то не получиться свалил это вот голова стик его мы не смогли взять живем по плантациям чего машина с ума сходит 4 потряхивать здорово может показалось это что-то прякает в ней меня немножко напрягает подходим к месту встречи боуман хорошо повстанцы ждут идите за ними они приведут вас к матери кофе так покажется с глушителем привет мужики чё как дела вы эти янки правильно идите за нами подожди подожди там кое-что важное мы сообщим повстанцам где находятся припасы они тоже нам чем-нибудь помогут подожди у меня мой транспорт не хочу врать босс у меня плохое предчувствие думаешь мать кока хочет нас надуть черт эта сука крепче аллигаторов и шкуры конечно хочет боуман считает что саласар ее слабое место мать кока будет играть за нас чтобы вернуть его а если боуман ошибается это наша задница в опасности а не ее а разве бывает по другому ходу одно дело отправить нас на задание с неверными развед данными бывает понимаю но тут нас заставляют сунуть руку в пасть аллигатору что если все это затеяно только для того чтобы мать кока захватила кого-нибудь из нас когда она сможет обменять его на саласара ты думаешь она на это пойдет а почему бы и нет мать кока способна на любую подлость вот что я думаю приближаемся к месту встречи помните мы пришли поговорить но если они начнут палить не ждите ни секунды если она кинет нас то дадим ей право выстрелить первым ведь второго шанса у нее не будет и еще бы обрываю огонь погадом уроды чё начали то так здесь ресурсы есть или здесь или выше чёрт нас заметили да ладно так бауман это нам от мать кока убита что там произошло мать кока не собиралась вести переговоры она устроила засаду чтобы захватить заложников для обмена на саласара и это ей почти удалось она знала что вы не устоите перед соблазном надавить на нее и сделал уход но ошиблась посчитав нас легкой добычей да но все таки стоило рискнуть если бы мы ее переманили это был бы удачный ход исчезните на время смерть матери коки вызовет большие потрясения мне нужно видеть что из этого выйдет вас понял конец связи я ее даже не видел здесь я приказал деду и гринги увеличить производство они клялись что стараются как могут наверное я выразился не очень доходчиво его жизнь была в твоих руках и вот что ты с ней сделала я больше так не могу просто отпустите меня и клянусь я никому ничего не расскажу кажется ты не принимаешь меня всерьез в следующий раз я покажу насколько я серьезен так медаль я за медалью шел тогда а это наш дайте медаль забрать тут медаль картеля какой-то бандит расстроиться из-за пропажи ага пока я вот подойти к ней никак не не могу не понимаю вижу цель нашел а нет это я совсем на второй этаж поднялся отлично сработано в табакале после устранения матери коки и ее подручного вся организация погрузилась в хаос и теперь крестьяне могут выйти из подчинения они восстанут они уже восстали сторонники матери коки чуть было не справились ситуации но вы не дали им этого сделать санта бланка потеряла крупнейшего поставщика коки вместе со всеми запасами это в разы уменьшит производство ясно это хорошие новости движемся дальше конец связи так и здесь ресурсы давайте заберем все чтобы не пропали и да наконец то так и радио где-где-где-где-где-где а почему я решил что это радио тоже продукты поэтому надо брать маст хэв вот они родные давайте посмотрим чё чё мы себе можем позволить я каждый раз забываю что я хочу взять так ой ну тут вообще до хрена не хватает да хотя майя c4 хотел но мне оказалось что дают достаточно зарядов поэтому братья не буду давайте на этом закончим а в следующей серии отправимся уже в новый регион а на этом всем пока